У нас продолжаются стримы в поддержку конкурса разработчиков игр на Unreal Engine 4. Мы сегодня с Олесей Примакиной приветствуем в нашей воображаемой студии целых трех гостей, которые представляют разные издательства. Это Илья Саламатов, Meta Publishing. Алексей Михайлов Hype Train Digital и Александр Кошельков Критиво. Друзья, мы сегодня говорим про издательский бизнес, про место издателя в пищевой цепочке игровой индустрии, про мифы, которые со всем этим связаны и конечно же про сам конкурс. Давайте кратенько. Илья, Алексей, Александр, что вы преследуете? Можно вот прямо в этой последовательности отвечать? Что вы преследуете на конкурсе разработчиков на Unreal Engine 4? Расскажите, пожалуйста, что вас привело на конкурс? Планируете ли вы конкурировать между собой, например, за победителей, за каких-нибудь жирненьких? Нет, я буду издавать. Нет, я... Ну, мой иронический вопрос на самом деле не такой уж иронический. То есть я правильно понимаю, что возможно действительно существует не нулевая вероятность того, что в рамках конкурса будет происходить какая-то борьба между издателями, потому что действительно кто-то захочет одного и того же разработчика издавать? А что же вы будете делать? Смотри, проекты хорошие, их не так много в целом, в принципе, что на конкурсе, что вообще в принципе в разработке. Вот. И так или иначе все равно все издатели за хорошие проекты сталкиваются углами. Это нормальная абсолютно ситуация и тут просто выбор, как говорится, за разработчиком. То есть вопрос увеличивающего всего, я правильно понимаю? В том числе, конечно, это очень важный фактор. Начнем, начнем закидывать разработчика деньгами и начнется опцион. Слушайте, а у вас нет такого, как, например, ну вот, если мы берем там HR, да, люди договариваются, я забираю у тебя вот этого сотрудника, он теперь у меня хочет поработать, а я тебе за это там бензин отолью там через годик, когда тебе понадобится. Ну, я имею, ну вы понимаете, да, о чем я говорю? Существует ли какая-то дипломатия между издателями в этом смысле? О чем редко говорят? Я думаю, что скорее нет чем-то, да, потому что нет такого, что у нас есть какие-то секретные картельные чатики и мы там... Да-да-да, конфа вот это вот. Да-да-да, конфа. Тут просто слишком велик, наверное, соблазн перебидеть соперника и включить проект, чтобы денег заработать. Вот, ну тот, который тебе кажется, что способен выставить. На мой взгляд, издатели, они довольно изолированы друг от друга, мне кажется, нет? Да, потому что мы как бы поддерживаем, поддерживаем отношения, допустим, с Лешей. Мы встречались несколько раз на выставке. На паксе. Да-да-да, и стейки кушали в бразильских ресторанах. Было дело. Да, и поэтому, как бы, довольно, я думаю, это дело все довольно цивильное. То есть мы, как бы, мы не планируем никому никакие палки в колеса встать и будем рады только пообщаться и чем-то поделиться, да. Такие, прошло шесть месяцев. Не, вообще, на самом деле... Замес на сцене DevGamma в Москве. Ты сказал по поводу, как паблишеры между собой делят или как борются за проекты. Вот, честно, на моем опыте, из тех проектов, с которыми мы работаем, мы никогда еще даже ни разу не боролись ни с кем. То есть у нас не было такого бидинга там или не стоял вопрос, мы или кто-то другой, кто-то еще, да. И чаще всего, чаще всего звучит вопрос, ну, то есть не то, что чаще всего, а вообще всегда звучит вопрос, как стать разработчиком. То есть как мне войти в роли разработчика там. И никто как-то вот в публичном поле, где-то в комментариях, в чатах, на Твиче, в наших комьюнити или в каких-то чужих комьюнити, как-то не задается вопросом, а как мне стать издателем, как мне помогать издавать классные игры там и так далее. Вот я помню, что Илья, например, до своей карьеры издателя работал, мы познакомились с ним, когда мы оба работали в фирме 1С, это был 2007-2008 год. Да, 12 лет назад. И, откровенно говоря, я не очень помню, чем именно ты там занимался, но ты занимался... Я был продюсером по локализации. А, продюсером по локализации, вот так. А потом ты вдруг стал, значит, директором издательства, так? Фастфорвард, 12 лет, да. Ну, наверное, не совсем вдруг, но да. Как это произошло, расскажите, пожалуйста. И вообще, ну, то есть как... Вот, допустим, я хочу издавать игры. Я не творческий человек, предположим. Ну, не творческий. Мне скучно это, я не люблю вот эти кранчи, летучки, вот эти постоянные брейнштормы. Я хочу бабло зарабатывать, чтобы мой логотип первый показывали в заставке игры. Вот это мои амбиции профессиональные. Что мне надо для этого сделать, если я человек абсолютно далекий от этого всего? К черту все, значит, 2020 год, пошел ты в задницу, пандемия, ничего хорошего. И я в День партизан и подпорщиков решаю открыть партизанское подпольное издательство видеоигр. Мне нужно, предположим, пять вещей подготовить. Что, какие? Ну, кроме, там, регистрации торгового знака. Смотри, если совсем коротко, то... Не надо коротко, мы не торопимся, Илья, не надо коротко. И отлично. Если хороший издатель, он способен прийти, увидеть продукт, и вот есть разработчик, который сможет выпустить, наверное, продукт самостоятельно, и сделать некие продажи. Вот хороший издатель должен сделать x5 к этим продажам. Вот. За счет набора инструментов, которые есть в наличии у издателя. Но с нашей стороны мы это называем Full Cycle Publishing. Это QA, организация, портирование, отношения с платформами, финансирование, экспертиза с точки зрения разработки, экспертиза с точки зрения построения процессов в команде, производство видео, производство креативов, перформанс, маркетинг. Это я вот уже 10 штук назвал. И это все, на самом деле, достаточно дорого, если это строить, ну, такой паблишер внутри команды, потому что, ну, там много человек работает. Поэтому разумнее пойти к людям, которые этим занимаются постоянно, которые знают, как это делается, и тем самым, ну, значительно улучшить финансовые результаты проекта. Так. И здесь вот я тебе скажу такие два момента, которые мы заметили. Ну, вот, недавно, пятилетие именно вот паблишерской деятельности, скажем, отпраздновали. Заметили вот два момента. Первое. Есть паблишеры, которые активно раздают деньги и много рассказывают. И история бывает такая, что разработчик чувствует себя хорошо, потому что ему платят. Приходит время, мы назовем, час X релиза. И тут бывает ситуация, зачастую, когда в этот момент рушатся все надежды, потому что паблишер просто нажал кнопку паблиш, и ничего не полетело. В этот момент команда может идти искать нового паблишера, может, не знаю, распадаться, могут переходить работать на энтузиазме. В общем, разная история. А есть ситуация, в которой ты подходишь к релизу, и есть определенная уверенность. Мы в свое время даже пошли на такие вещи, как начали писать минимальные условия в контракте, что мы гарантируем продажу. И мы несколько раз даже, не несколько, а один раз возвращали игру, когда мы не выполнили результат. А что значит «возвращали игру»? Это как происходит? Ну, про правовое издательство. Да, мы получаем лицензию, это ведь, ну, как бы не... Это лицензионное соглашение, да. Да, и мы пообещали продать не менее 70 тысяч копий, да. Продали чуть больше 50 тысяч. В принципе, 50 тысяч копий, я думаю, сейчас для любого паблишера это очень круто. Так, это плюс-минус стандартная модель. Это MG-based deal. Ну, минимальная гарантия, да, соответственно. Ну, да, да, да. Просто вы и в копиях гарантируете, а тот и тенька гарантирует. А вот вы, как издатели, скажите, советуете ли вы разработчикам заключать контракты с издателями, которые не соглашаются подписывать вот такой пункт в договоре, который обязывает добиться каких-то результатов? Слушай, честно, мы сейчас даже в ситуации, скажу так, количество проектов, которые поступают, мы начали отводить слоты для игр, потому что мы, честно, загружены. То есть вот у нас есть предел, дальше которого мы будем уже просто безответственными, если начнем подписывать все подряд. И здесь мы вот приняли решение, мы больше не гонимся за количеством. Мы часто отказываем. Вот тут серьезно, как бы это глупо не звучало, просто нет смысла подписывать игры, чтобы потом нажать и узнать, что все, как бы, ты расстроишь людей. Ну, как бы, мы еще ни разу не фейлили, в принципе. Не знаю, не хочется этот опыт проходить. Поэтому мы стараемся сейчас вот сжаться, переосмыслить какие-то процессы и не расти именно в количестве, а мы сейчас решили помогать людям расти в качестве. Ну, то есть иногда игра, которая тебе приносит, она выглядит хорошо, но мы видим потенциал сделать ее на еще один грейд лучше. Это требует совсем других инвестиций, другого подхода. И вот это мы просто вот в этом видим сейчас смысл работы. А сколько вот проектов можно качественно одновременно вести? Понятно, что очень зависит от размера команды издателя, от возможности финансирования. Ну, вот сколько, кстати, у каждого из вас в команде людей, и вот с какого количества проектов вы оперируете? Какое комфортное? У нас, например, 25 человек. У нас есть один большой онлайн-проект, который мы оперируем, и часть команды там задействованы. Хотя там есть некоторые люди с классом функции очень ценные и важные. В принципе, у нас, я точно могу сказать, что абсолютно все люди ценные и важные. И если есть время, мы можем отдельно говорить про HR и как подходить к найму людей. Но так или иначе, в премиум-паббышинге, да, около 10 человек у нас задействовано. Да, и возвращаясь к вопросу о проектах, пока мы плюс-минус таргетимся на запуск одного проекта в квартал. Может быть, это немножко изменится в сторону увеличения, но на следующий год примерно так. Саша, у вас как? У нас работает чуть больше 20 человек, на самом деле. И как бы держание команды в США немножко сложнее и дороже, чем в других странах, я думаю, СНГ. Но, да, как бы проектов у нас на данный момент примерно печется в закрытой печке, такой около 7, я думаю. И как бы очень-очень часто и постоянно ведутся переговоры с новыми возможными партнерами. И как бы выпускать, ну, как я уже и говорил, мы довольно, довольно, как бы новый паблишер на рынке. И мы еще налаживаем именно нашу структуру выпускания проектов и изучаем, что работает лучше и что работает хуже. Но примерно, да, мы планируем выпускать по нескольку проектов в год. Леша, Леша не сказал еще, дай Лешу сказать. У нас, в принципе, уже большой, скажем так, портфель проектов. То есть мы, единственное, что мы их сейчас вот, как бы мы не хотели распределять их по кварталам, но часто проекты сдвигаются, тут буду, наверное, откровенен, часто сдвигаются ряд проектов, и они могут прилететь все в один и тот же квартал, и тут ничего не поделаешь. И поэтому здесь вот, конечно, тяжеловато. Но вот сейчас у нас в 12 проектах, и мы вот видим еще потенциал где-то в этом году порядка трех, может быть, еще взять на подписание, и дальше уже там вторая половина только 21 года пойдет у нас. Потому что мы, в принципе, на первую половину 21-го все полностью забито. У нас там релизы. То есть у вас план релизов уже как бы выстроен? Там, 7-8 релизов. Раз в месяц даже чаще получается, да? Вот насчет раз, у нас такого нет, знаешь, вот у нас есть понимание, что, например, есть не наши месяца, там мы там, скажем, не релизим. Есть понятные для нас, там, не знаю, окна релизов, мы там можем попробовать 2-3 проекта запустить. Но плюс еще сейчас с платформами, скажем так, не самый простой год, консоли меняются. PS5, Xbox там что-то обновляется. Поэтому тоже вот с этим у нас сейчас небольшая неразбериха. Потому что мы все еще на девкитах предыдущей платформы. И наш портхаус как бы работает внутренне, которые тоже пока с прицелом, что мы работаем пока на текущей платформе, там самая большая инстал-база. Это очень интересный момент, кстати, про смену поколений консолей. Я предлагаю чуть позже к нему вернуться. Сейчас просто я боюсь пропустить и забыть. Есть просто хороший кейс, который вот зритель Боктанчик напоминает, что был такой релиз под названием Apex Legends. Вы что-нибудь знаете? Легенс. Apex Legends, конечно, имеется в виду. И тогда игра просто вышла, да, и все. И все у нее сразу стало хорошо. Ну и плюс еще есть там кейсы поменьше, типа вот здесь вот вспоминают про Fallout Shelter, когда... Ну и это был... Кроме Fallout Shelter тоже там были какие-то истории, типа показывают игру на экране, и типа когда она выйдет, download now. То есть вот эти импульсные релизы. Вы изучали эти кейсы? Следует ли так делать? Абсолютно. В каких случаях так следует делать, в каких явно не следует? Расскажите, пожалуйста. Да, ты знаешь, Apex, он в свое время много вообще циклов обсуждений породил именно с точки зрения, как проект позиционировался и как был выстроен его маркетинг, вплоть до того, что это получило название Apex Launch. И это сейчас термин, который в принципе используется. И мы видим это. Это когда без предварительной подготовки аудитории проект просто запускается с максимальным количеством пиара и с большим упором на инфлюенсеров и всяких стримеров. Это, безусловно, модель, которая имеет право на существование. Она зачастую работает достаточно хорошо, но нужно быть уверенным также в том, что у тебя не будет технических проблем на старте проекта и на фокус-группах. Ты уже проект откатал на всяких бета-тестерах и ты понимаешь, что у тебя на руках потенциально хит. Тогда вот этот элемент неожиданности, когда все резко начинают играть в игру, он срабатывает достаточно хорошо. И это, кстати, в индюшатине тоже может работать. Что-то подобное мы делали на своем первом проекте, который в этом году запускали на Vipede. Ну вот, мы такое делали, мини-эпикс-лаунч. Ну, у них довольно серьезная была инвестиция в инфлюенсеров. Насколько я знаю, именно Apex Legends, они довольно сильно-сильно именно покупали инфлюенсеров, чтобы их игру стримали, и они пытались конкурировать с Fortnite. И поэтому, да, они довольно-довольно очень много денег вложили не в именно маркетинг pre-launch, а во время, именно во время маркетинга, когда они начали покупать именно всяких ютуберов, инфлюенсеров, твитчеров, чтобы у них все показатели пошли наверх, и они трендили на твиче. Да, здесь, наверное, совсем другая лига. Ты проекты, которые перечислил, они, наверное, не в нашей лиге паблишинга, потому что мы все-таки, ну, будем честны, относимся к инди-паблишерам. Это небольшие команды, или даже если большие команды, то небольшие проекты. Все-таки проекты с большими инвестициями, они совсем по-другому, вообще по-другому пайклайну заходят. Иногда это, да, вот такой вот партизанский выход с инфлюенсерами, иногда это, наоборот, мощные анонсы на крутых конференциях. Там разные технологии, просто если ты уверен в своем продукте, если твой QA может подтвердить, что твоя игра безупречна, и от нее можно ждать просто сразу позитивных отзывов, ты можешь ее прямо вот выпускать и сразу накачивать маркетингом релиз, и все, и она полетит. Но это надо быть прямо вот очень крепким, в этом плане, не знаю, разработчиком, паблишером. Ну, то есть это типа, если у тебя Elder Scrolls 6, ты можешь так поступить. У тебя игра чуть-чуть поменьше масштабом, лучше так не делать, да? Да, лучше готовиться. Алексей, значит, ты начал рассказывать про периоды, про порядки издания, и про то, что есть месяцы не ваши, есть месяцы ваши. И вот Бурка Шаман просит рассказать, как определяется окно релиза. Вот уточняет, что, понимает, что разные для платформы интересуют в первую очередь Steam. И в скобочках добавляет, что уверен, что ты не расскажешь. Смотри, я расскажу. Раз он уверен, то я расскажу. Смотри, плохое окно релиза, как минимум, плохие окно релиза, можно сказать, как минимум два. Так. Распродажи. Зимние, летние, да? Это надо быть самоубийцей, реализоваться вот в эти даты. Ну, то есть ничего хорошего здесь не видится. Ну, или в близкие даты. Как бы мы стараемся их избегать. Хотя есть... Простим, сейчас говоришь. Ну, простим и спрашиваем. Вопрос спросим, да. И дальше есть еще такое понимание, что месяц октябрь, плюс-минус там какие-то недели, он такой триплэйный. Там, начало ноября. Вот. И там... Да, 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 да. Там все готовятся с крупными релизами, если такие есть. Иногда там они кросс-платформенные, иногда бывают на консолях, на общем, как бы то ни было. У людей время одно, да, то есть им надо уделить внимание вот этим вот долгожданным релизам, и пресса работает так же, поэтому прорваться вот сквозь такие вот серьезные преграды инди-паблишеру сложно. Поэтому мы считаем, вот начало ноября, октябрь, тоже не наш, как бы, такой период, потому что там довольно сложно. Ну, если попадется игра достойная, мы сможем, может быть, и в такие месяцы попробовать. Вот. Это сказал про такие моменты. И дальше мы изучаем, у нас есть календарь всех более-менее значимых релизов, и мы действительно заранее, и где-то на интервале до полугода пытаемся отследить все значимые релизы и сопоставить, как наша игра может с ними конкурировать. Если видим какое-то пересечение, мы стараемся избегать. То есть это уже... Есть какой-то живой пример с названиями? Было бы так, ну, нагляднее, мне кажется. Слушай, ну, вот сейчас, например, перенесли киберпанк, да? Вот должен был быть сейчас, перенесли туда. Вот если бы мне игра была в таком же сеттинге, я бы рядом не стал релизить, там, плюс-минус две недели, может быть, а то и месяц. Ну, просто очевидно, что ничего хорошего от этого не дождешься. Ну, а возможны такие ситуации, что вот, по-моему, в прошлом году была такая история, перенесли Doom Eternal, и его как-то перенесли так, ну, резко и неожиданно, и... 1С издавала шутер от, кажется, 3D Realms или... Iron Fury? Нет, не Iron Fury, значит, не от 3D Realms, а... Там 2. Да, вот этот вот... Да, да, да. Эйон оф Руинг, это ужасное название, запретить, я считаю, надо слово Roth, вообще, его надо просто законодательно запретить. Да, так вот этот шутер, да, и это тоже мясной шутер, но там олдскул, там графика в стиле первого Квейка, я в него прекрасно поиграл, к сожалению, он вышел только в раннем доступе, потому что там издатель тоже подсуетился, такие, опа, 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 вот у нас освободилось место, люди, я уже не помню, какой-то месяц, допустим, в сентябре, люди в сентябре настраивались на то, что у них будет мясной шутер, но другого, как это, что вы хотели за эти деньги, другого мясного шутера у меня для вас нет, и они воткнулись вот в тот самый период, когда люди планировали свою жизнь посвятить расчлененочке, вот этой вот красочной, и я, честно говоря, не в курсе результатов, но такой опыт тоже есть, значит, то есть вот Киберпанк перенесли, у тебя есть игра в таком сеттинге, и ты такой, нааа, в сентябре, это нормальная тема, это нормальная тема, да, да, это как раз... провалить, то нормально, конечно, а почему провалить, если слот освободился, Нужно реагировать, уметь быть гибким и реагировать на меняющееся окружение. У нас, например, есть проект The Insert, который про будущее с элементами киберпанка. И радовались, что киберпанк переносится на позже. Давайте дальше двигаться. Значит, про маркетинговые инструменты в чате спрашивают. Про консольные продажи, откуда. Значит, давайте пойдем просто по порядку. Есть ли инструменты отслеживания результатов маркетинговых компаний на PC? На PC консолях. На PC все что угодно. Да, и если есть, какие вы используете? То есть не отслеживание, ну то есть результат маркетинговой компании, наверное, да, это конвертация в продажи. Вот сколько мы потратили, вот мы отбили там, да, и так далее. А может быть, имеется в виду какой-то другой результат маркетинговых компаний? Если есть, какие вы используете? Ну, смотри, есть инструменты, но ты же сам занимался пиаром игр, и ты понимаешь, что прямой эффект пиара, его оценить сложно. То есть это не конверсии в плательщиков, которые там трекаются в мобайле, где она просто сквозная. Поэтому пиар это скорее про галуэффект какой-то, и про количество публикаций, информационный фон и так далее. Но все равно есть метрики, есть способы оценить, была ли та или иная публикация эффективна. Если мы говорим про стримеров, ну естественно, если это какой-то органический стример, просто фьюдипай, ему понравилась твоя игра, он ее постримал. Ты, скорее всего, ты увидишь эффект в продажах относительно твоего нормального уровня на том же стиме, и там будет как бы существенный всплеск. Если это какое-то платное размещение со стримером, ну это ссылка, которую ты ставишь и смотришь количество переходов. И в совокупности все эти инструменты, они могут давать понимание того, насколько эффективно ты потратил деньги. Но это, конечно, не тот уровень детализации, какой мы имеем при перформанс-маркетинге на мобильных и каких-то других ретоплейных проектов. К сожалению или к счастью, но тут нужен несколько иной уровень экспертизы. Я думаю, здесь проблема идет еще в том, что аналитика стима, она не настолько гибкая, как, допустим, аналитика гугла, где он тебе позволяет трекать вплоть до кто куда нажал, когда нажал и тому подобное. Поэтому даже у нас мы, допустим, мы свои инструменты создаем сами. То есть мы пишем какие-то Excel-щиты, Spreadsheet, которые показывают, допустим, мы вложили в рекламу Facebook. И что сложно, сложно именно затрекать, было ли изменение какого-то у продукта при небольших инвестициях. То есть из-за того, что у стима аналитика, она довольно не особо детальная. То есть все в основном основывается на вот этих спайках, которые ты видишь у себя на графе в игре. И поэтому, то есть довольно сложно иногда какой-то инструмент просто взять и сказать, что, ребята, идите на www.analytica.com, оно вам все покажет. Я думаю, здесь у всех ребят свои инструменты, которые разрабатываются, исходя из того, что используется на рынке. Потому что прямой аналитики, я думаю, такой, как вот на мобильных телефонах, мне кажется, нет. То есть я правильно понимаю, что сбор статистики в широком смысле – это в целом некая проблема для издателя? Нет, почему-то на стиме можно поставить метку Google, можно смотреть трафик, откуда идет там. Нельзя трекать прямую продажу, да, это не мобильная платформа, но это, слава богу, что нельзя. Иначе у нас бы начали продавать там вот эти все кликеры, айдлеры, потому что на них можно деньги лить. Тут все-таки более, скажем, отношение такое, если хорошая игра – хорошие отзывы, если плохая игра, то ты все. Должен работать над игрой, а не трафиком заливать его. Вот спрашивают еще, как вы работаете с игрожуром, блогерами, стримерами, ютюберами, шмуберами и всеми остальными. Кому заносите чемоданы? Ну, ты же знаешь, да, насколько сейчас выросло влияние инфлюенсеров и стримеров. И тут игра относительно игрожура несколько перевернулась. Ну да, конечно, очень сильно. Да, да, да. Хотя пресса, она все равно продолжает быть важна. Но у нас, наверное, в градациях мы все-таки больше приоритета даем сейчас инфлюенсерам. Алексей, Александр. Слушай, ну, инфлюенсеры пресса у нас без изменений. То есть, что пять лет назад, что сейчас, как бы ситуация не меняется, она как бы одинаково. То есть, вот здесь все заморожено. То есть, если ты обращаешься с маленькой игрой, там, с недостаточно яркой игрой к инфлюенсеру, там, отправляешь питч в прессу, она точно так же спокойно там остается. И никто ее даже никогда не будет ни обозревать, ни писать о ней. Если ты грамотно ведешь компанию и общаешься, показываешь демки, участвуешь в конференциях, ну, сейчас, конечно, оффлайн меньше, скорее онлайн, и людям твоя игра нравится, то мы, на самом деле, получаем очень много запросов. Мы сейчас начали работать такой некий, хотим сделать закрытый клуб, где есть проекты, которые мы действительно лимитируем передачу информации. Например, недавно делали анонс, там просто стартовали с того, что это был эксклюзивный анонс трейлера с IGN, да, с американским. И это не мы, это они попросили. И, конечно, тут ситуация такая, то есть, заносить ничего не надо, они получают свой эффект от того, что это эксклюзив. Два дня они получают эксклюзивный трафик. Мы счастливы, потому что мы получаем кучу виш-листов в моменте. Вот, промо-игры, и после этого, не знаю, как это работает, но, в общем, все средние и маленькие СМИ начинают писать об этой игре. В Корее мы имели опыт от локальных ивентов, где, знаешь, Корея, да, вот страна, кажется, там, такая же, как все остальные страны. А там, например, для нас было откровением, что у людей Google отсутствует, там совсем другой поисковик, другие почтовые ящики, да. За каждым стримером стоит свой кабельный канал, который потом еще может неделю крутить его стримы. И да, и мы когда организовали эффект, когда увидели, что он скорее на первом месте по продажам в течение недели, мы так сидели плавно и отдыхали, наше понимание перевернулось в этот момент. Но это очень сложно, это такие вот, скажем, локальные ивенты, в которых ты, да, там, очень слабо с английским, там, надо понимать менталитет, культуру и вот это все устройство. И да, хорошо, когда есть партнеры, кто может провести по всем путям вот этим. А вот, ну вот, когда в таких случаях, когда необходимо, там, понимать культурные различия, какие-то особенности рынка, пользуешься какими-то посредниками, да, то есть знакомство, либо помощь, ну, потому что я вот по опыту, там, работаю с китайским рынком, но там не подойдешь просто так. Я думаю, вот Корея та же тема, вообще, вообще вся Азия, это закрытая для нас не совсем понятная территория, при этом с большими возможностями, с огромным потенциалом, но нужно понимать как. Ну, смотри, у нас, например, еще в 16-м году мы привлекли сотрудника, который был внештатным, ну, как внештатным, то есть не в офисе сидел, человек находился в Китае, изучал местный рынок, продвигал нам, ну, как бы, наши идеи, рассказывал, как нам работать именно вот с нашей позицией, мы так были, скажем, новичками, только стартовали. У нас есть сейчас такой же, скажем так, не могу сказать, что сотрудник, но мы с ним сотрудничаем, человек в Штатах, у нас есть такой человек в Японии, вот, даже не человек, скорее, вот в Японии, это, наверное, можно сказать, агентство. Ну, то есть за локальные агенты, по сути, да? Да, но это такое, знаешь, вот, мы пробовали общаться с разными, но вот кто-то подходит тебе больше, ты находишь какую-то вот эту вот взаимосвязь, и все, и вот эта ситуация работает. В Штатах, скажу честно, мы перебрали десяток уже партнеров, десяток, не совру, по-настоящему эффективных найти очень сложно. Все считают, что Америка — это вообще луна какая-то там, что там вообще все по-другому, на самом деле там все просто, там люди там в Microsoft, там, не знаю, в Epic общаются с тобой так же напрямую, как и на кривую, там, через какого-то американца, да, то есть вопрос твоего продукта и к кому-то обратился. Но в то же время понимание вот внутренних каких-то движений, там, какие-то мероприятия локальные, какие-то конференции, вот это вот нам, скажем, здесь вот польза есть от местного нашего коллеги. Даже те же пресс-релизы правильно адаптировать под нужный формат. Китай, в частности, и Азия в целом, они, конечно, требуют особого подхода и требуют детального изучения. Потому что я как человек, который пять лет отработал с Китаем и бывал по восемь раз в году, нужно привыкать к их менталитету, к их способу вообще, в принципе, выстраивания доверительных каких-то взаимоотношений. Потому что так сразу все равно, что корейцы, что китайцы, они с тобой, как вот, например, американцы, которые, типа, бизнес-бизнес, они работают с ними на рот, там, поужинать, пообщаться, кофе попить. И тогда там они начинают постепенно раскрываться. С японцами в этом плане еще сложнее. И там какие-то локальные игроки, они имеют очень много веса. Какие-то локальные стриминг-платформы. И вот с ними, со всеми нужно знать, как это все работает. Нужно понимать, к кому-то постучаться, к кому обратиться. И это все занимает время. И это, кстати, в частности, еще один из моментов, для чего многим командам нужен издатель. И возвращаясь к этому определению, то, что там можно сделать из X1, X5 продажи. Потому что издатели, они знают на нужных рынках, нужных людей, там, контакты и так далее. Они помогают продажам. А вот Штаты в этом плане несколько проще, как и Европа. Азия, она какого-то своего ключика требует. Еще совсем недавно, по-моему, мы довольно близко работали с Tencent, с Китаем. И отношения довольно стали хуже в плане того, что у них государство. Очень-очень сложно продвигать или добавлять свой проект на какие-то большие платформы в Китае. Ну, там, в целом, нужно лицензию получать АСБМ с этим. АСБМ, да. Полная задница. И оно так занимает большое количество времени. Но, да, V-гейминг и Tencent, они, я думаю, если работать с Китаем, то самый лучший способ это работать напрямую с ними. Но нечасто они захотят работать с кем-либо из-за того, что сейчас отношения, по-моему, даже отношения ухудшились после того, как были санкции с Америкой. И по последним нашим данным, что там они особо сейчас на своей платформе игры не рассматривают. И мы, как бы, тоже находимся в ожидании. То есть довольно много всяких китайских партнеров, которые тебе предлагают делать именно издательство с их стороны на китайском рынке. То есть, получается, как бы, мы издатели, и есть еще издатели, которые именно работают с этим рынком. И, как бы, доход делится с ними, и они уже знают рынок и продвигают проекты по своим всем каналам. Таких, я думаю, довольно много. И, я думаю, ребята получают сообщения от таких компаний довольно часто. А что вы можете сказать именно по российскому рынку растет в плане прибыльности покупки игр на стиме в последние годы или нет, или примерно как-то одинаково? Илья просто грустно покачал головой, и все. Следующий вопрос. Если посмотреть на ВВП России, ну, относительно, в общем, мирового ВВП, то, в принципе, ты увидишь почти ту же самую картину, за исключением, там, релизов типа Дивинити или Ведьмака, которые очень просто аудитория у нас любит. В стиме будут вот такие уже, такой же процент продаж относительно общего котла, как и процент в ВВП. То есть это 2-3 процента. Вот, ВВП России, по-моему, 3,2 сейчас. Ну, нет, не соглашусь. Россия все-таки в гейминге, это совсем другая история. В PC гейминге, это, скажем, если смотреть средств любой игры, то можно легко посмотреть по отзывам. Ну, кстати, да, вот отзывы на стиме, то есть если там есть какие-то вопросы по продажам, как оценивать. Недавно как раз была дискуссия, вот, и с Фомичом. И он спрашивал, интересовался, как отзывы коррелируют с продажами. Коррелируют отлично, да, напрямую. То есть есть формулы. Иногда можно ошибиться на, там, не знаю, в несколько раз, там, в один, два, три. Но это не страшно, потому что сам масштаб будет понятен. Вот. И там, если посмотреть по отзывам, по региональности, то Россия все еще в плане, скажем так, игроков, это номер три. То есть Америка, США, Америка, Китай, Китай и Россия. Потому что игроки и деньги, это, к сожалению... А как у тебя Китая деньги? У Китая и просто там их до хера игроков, тут тоже нельзя забывать. Но, как все равно, Европа, США... Ну, у нас вот, я говорю, у нас есть разные игры. Есть, где, например, у нас в свое время была Япония, да, вот вторым местом по одной из игр. Просто хорошо раскрутили. Да нет, нет, конечно, региональные истории, они часто случаются. Но если смотреть на все-таки срез, то Россия по количеству отзывов номер, там, два или три всегда. Ну, то есть это тройка топ-3. А региональные истории случаются, вам как-то так выстрелило, везет? Или вы как-то адаптируете проект под отдельную, там, азиатские, допустим, территории? Как это происходит? Вот с Японией у вас как получилось? Это игра в таком виде, в котором она вышла, там хорошо пошла, нет? Нет, там есть инфлюенсеры, которые могут реально перевернуть ситуацию. Ну, просто вот скажу, там инфлюенсер, час которого, если покупать, ну, это мы потом узнали, стоит 15 тысяч долларов. Местный. Вот. И довольно сложно еще, ему должна игра понравиться, в общем, там целый такой engagement. Мы отправляли запрос с вопросом, а он взял и начал стримить. Ну, сделать. да, и сделал там, по-моему, 8 или сколько-то, 7 обзоров. И они там какие-то миллионники, какие-то там поменьше. Ну, да, и в этот момент мы почувствовали вот движение, пресса сразу развернулась. Но вот есть еще вопрос от зрителя в ZIX, и он хороший. Я считаю, что он, может быть, тоже банально прозвучает, но это тот вопрос, который действительно волнует аудиторию, и нам это известно. Насколько глубоко издатель может залезть в цикл разработки? Поставить своего менеджера проекта, докупить пару разрабов художников. То есть, ну, это же, наверное, в договорах как-то, да, прописано? Это отличный вопрос. Это можно прописывать в договорах. Смотри, тут есть два принципиально разных подхода. Есть подход «Вы дураки, и сейчас мы вам придем и все сделаем, или сломаем». Ну, разработчики обычно так и видят. Либо есть подход «Мы вам помогаем, мы вам даем ресурсы, мы помогаем в каким-то креативном видении, мы помогаем вам настроить процессы, мы можем привлечь каких-то внешних экспертов для того, чтобы, например, оценить код проекта или оценить арт проекта, линдизайн и так далее. На наш взгляд, это более правильный подход, который в конечном итоге дает какой-то лучший синергический, что ли, эффект. Вот. То есть, да, разработчик может, пардон, издатель, он может интегрироваться в разработку проекта, но это нужно делать с такой достаточно большой и хирургической точностью, чтобы не навредить команде и не навредить их вижену. Ну, потому что, если ты берешь проект в паблишер, то ты изначально уже плюс-минус соглашаешься с тем, что вот это вот платформер, и мы его не будем переделывать в шутер от первого лица. Ну, вот. А уже дальше идет общение о каких-то таких более мелких вещах. У нас прям в договоре прописано четко Final Creative Control находится за командой, поэтому мы в этом плане спокойны. То есть, если смотреть на ситуацию, как бы, творец и издатель, да, то мы стараемся творцов не ограничивать. Творец и продавец. Да, точно, точно. Но, ты знаешь, есть ситуации, когда бывать, ну, как бы, никто не знает, как поведет себя команда, что случится после релиза. У нас была история, когда успешно во всех отношениях и финансово, и там, и довольно такой медийный проект хорошо зашел, но оказалось, что в нем, там, ну, какие-то были внутренние разногласия между инвестором и разработчиками. Разработчики прекрасные ребята, до сих пор общаемся, но вот возник такой момент, что они захотели отойти от дел, да, ну, такая вот история. И кому попадаться, да, то есть проект уже релизнутый, пришли к паблишеру. Паблишер в этом плане, конечно, не мать Тереза, но здесь чисто бизнесовая уже история, надо помогать, да, и пришлось в моменте собирать команду разработки, чтобы помочь ребятам, чтобы перехватить эту разработку и дать им возможность заняться тем, чем они хотят. Бывает ситуация, когда сам разработчик приходит и говорит, ребят, вот, знаете, нужна помощь, вот, помогите. И мы иногда даем своего продюсера, иногда находим людей, там, часто бывают такие вот банальные вещи, как, не знаю, саундтрек, да, там написать. Можно, ну, разработчик, он живет в своем кругу, он знает каких-то людей, а у паблишера это может быть уже десятый, двадцатый проект, и он просто спокойно даст тебе список людей, с которыми ты можешь пообщаться, поработать. Давайте продолжать. Мне кажется, Александр не добавил здесь ничего. на самом деле мы, у нас немножко другой подход, и мы рады работать на близких, то есть довольно, довольно близкие отношения, почти на каждодневных, на каждодневные разговоры с разработчиками, мы всегда рады помочь и с геймдизайном, и где-то помочь, вот, как Леша говорит, что довольно часто ситуации, где ребятам нужно создать какой-то саундтрек, у кого-то не хватает концепта артиста и тому подобное. То есть мы, мы довольно инвестированы в это дело и даже нанимаем некоторых работников, исходя из их предыдущего опыта, допустим, мой продюсер, кстати, русский, русский парнишка Саша Шумский, он, он работал с Naughty Dog, который недавно тоже гремел с Last of Us, и он довольно часто работает, тоже помогает системным дизайном, если кому-то нужно. И опять-таки, мы стопроцентно оставляем креативную свободу за ребятами, то есть мы предлагаем нашу помощь только если она нужна. Давайте вернемся к теме вот этого переходного периода между старым, текущим поколением PlayStation, Xbox и так далее, и вот тем, что ждет нас в конце этого года уже буквально. вообще я бы немножко шире бы зашел здесь, потому что опять же на что мы обратили внимание вместе с моим коллегой Виктором Зуевым, когда транслировали DevGam, вот там я не помню точно, то ли это произошло с шагом с мая по ноябрь, то ли это произошло с ноября по май, ну то есть какой-то был такой, я не уверен, что год прошел, ну какой-то период между двумя DevGam'ами и на одном из них на Минском в прошлом году была история такая, что классическая схема из издания игр, выхода игры, неважно, издание или там это селф какой-то инди-паблиш и тому прочее, выходит игра на релизе, релиз у нее на ПК, затем у нее идет PS4, Xbox и затем Switch, потому что это новая платформа, хрен договоришься, был какой-то миф еще, что фиг туда пролезешь, хотя Store дико замусоренный, ну и т.д. и т.п. Прошло время и буквально уже вот мы в мае также стримили DevGam и я заметил, что у многих разработчиков изменился этот алгоритм, то есть они запускают свою игру или издатели запускают их игру, они запускают ее на PC и Switch, а дальше уже возможно через какое-то время они издаются на PlayStation 4 и на Xbox. Ну то есть вот расскажите, пожалуйста, как устроены вот эти алгоритмы порядки, выхода, чего, кого, от чего это зависит и какие существуют какие-то эффективные, наиболее эффективные проверенные схемы. Да, это забавно, как со Switchом ситуация, она не то чтобы изменилась, просто, ну, они, имеемые до Nintendo, очень много усилий вложили в то, чтобы создать очень удобоваримую экосистему для независимых разработчиков, они рассылают DevKit всем желающим, и это, в общем, недорого и очень, очень доступно. Вот, поэтому отсюда и родилась вот эта вот схема PC плюс Switch, особенно в последнее время, и да, из-за этого Store получается замусоренным, и есть, опять же, истории про то, как эту ситуацию преодолевать, чтобы получать какой-то правильный Spotlight, очень много разговаривает с Nintendo, нужно хорошо светиться в Nintendo-ориентированных изданиях, но это, как-то, тоже отдельная тема для какого-то большого разговора. При этом, ну, для того, чтобы выпускаться на консолях, на PlayStation и на Xbox, тебе, ну, банально нужны эти самые дав-киты, которые по-прежнему довольно проблематично возить в Россию из-за того, что нужно получать, значит, сертификацию. в Европе с этим несколько проще, поэтому там, на самом деле, часто бывает такое, что инди-разработчик, он делает версию для PC и для бакса, и Microsoft первые три девки, да, они вообще бесплатно присылают, вот, тем самым тоже это помогает. вопрос, какая схема идеальная, эта схема тоже есть, ну, оптимальна, скажем так, это выпускаться на всех четырех платформах одновременно, но редко какой разработчик может себе такое позволить без поддержки того же самого издателя, потому что тебе нужно завершить основную версию, тестировать, тебе нужно завершить версию для консоли, тестировать, пройти сертификацию, иметь там какой-то ранвей для того, чтобы поддерживать студию деньгами, пока игра уже завершена, но еще не выпущена, договориться об окнах выхода с платформами, вот, но в общем эта схема сложная, она оптимальна с точки зрения траты ресурсов на маркетинг, потому что можно сконцентрировать много сразу денег и усилий в одном временном слоте, вот, но с точки зрения отдачи, она хороша. Ну, у нас, у нас, как бы, много опыта выпускаться на консоли еще, к сожалению, не было, но, что мы знаем, мы только пару дней назад общались с нашим продакт-менеджером, с Nintendo, и в основном у консоли идет своя борьба, и им не очень, как бы, интересно, то есть, если вы хотите получить какой-то фичеринг или тому подобное, допустим, у нас готовится одна из игр, выйти на Nintendo Switch, и Nintendo Switch абсолютно, абсолютно безранди, когда она выходит на PC, им довольно важно получить, допустим, какой-то эксклюзив для игры на их консоли, на Nintendo Switch. если мы им говорим, что мы придержим эту игру на PlayStation и Xbox, то они предлагают обычно нам какие-то там перки, допустим, они покажут трейлер или где-то зафичерят проекты и тому подобное, и таким образом, как бы, у консоли у них получается такая среда, где они более-более конкурируют, то есть, с PC они более такие открытые, и как бы полезно для релиза, да, как и говорили уже, что выпустить на всех платформах одновременно и таким образом создать больше шума и каждая платформа будет себя продвигать понемножку, то есть, получится такой крас-платформинг, но с некоторыми из ними можно договариваться, изолировать и выпускать свой проект, основываясь на наших общениях, у нас довольно хорошие отношения с Xbox и Nintendo Switch, не такие хорошие с PlayStation, к сожалению, они довольно закрыты, но ребята довольно часто просят какие-то из проектов дать им пораньше или придержать, чтобы запустить их на других платформах, то есть, основываясь на нашем опыте, вот так вот. И возвращаясь к исходному вопросу, какие настроения вообще царят в издательствах в связи с выходом консолей нового поколения. Зашиблись отлично. Ну, супер, развитие же новой платформы всегда некий технологический толчок, который наверняка может породить какие-то новые типы геймплея, какие-то новые креативные решения, подходы. Последний раз, когда новый тип геймплея был придуман, два поколения консолей сменилось. Илья, давай не будем питать иллюзии. Слушай, ну, ты же знаешь, да, что конкретно это поколение консолей, оно в принципе во многом на других принципах строится с точки зрения железа. Да кого это волнует? Я геймер. Ну, расскажите, расскажите, пожалуйста, то, что эксайтмент у Ильи просто зашкаливает, это мы видим, это мы уже поняли, но, наверное же, существует какой-то лаг между тем, что вот выходит консольного поколения и тем, что вы, я имею в виду вообще все издательства начинают эффективно с ними работать. То есть вы такие, как к зиме, значит, запасаетесь зерно, как хомяки, пацаны, сейчас нас потрясет немножко, потому что первые два месяца, не знаю, едут довкиты, никто не знает, что кого, цены, что с ценами на новых платформах, как чего, какие истории, что теперь надо про них знать, какие там интерфейсы. То есть у вас же есть, да, определенный какой-то период изучения новых платформ, в который, это мое предположение, часть вопроса, вы перестаете зарабатывать деньги, ну, начинаете зарабатывать их меньше, там, в определенный период, и потом снова, значит, окей, мы поняли, как это работает, все освоили, нам все приехало, мы все увидели, во все врубились, и дальше еще более красиво, кстати. Главный вопрос, наверное, как попасть на платформу, тут я бы с этого начал, то есть, да, хорошо, тут, скажем так, к Sony на PS5, не так много людей попадет вообще в первых рядах, тут все такой, в общей очереди, наверное, будут стоять, сейчас идут переговоры именно по, именно по тем проектам, которые они готовы сами брать, в линейку, вот, которую они собираются поддерживать, просто тут вопросы уже начинают идти под NDA, но в целом сейчас идут обсуждения у нас, там, два проекта, которые заинтересованность исходит от самой платформы, да, то есть, и вот здесь вот уже самое интересное, да, то есть, если бы мы к ним стучались там с какой-то маленькой или там невнятной игрой, скорее всего, даже бы не прилетел отбойник от них. Тут ситуация такая, что платформа сама скаутит, ищет игры, которые подходят для платформы, а ищет она ее через мероприятия, где показывают, ну, включая, кстати, вот Unreal Contest, да? Не исключено, что какая-то из платформ будет отслеживать игры и использовать этот конкурс для того, чтобы потом обратиться к разработчикам или к их издателям с целью, чтобы эта игра была впервые показана именно у них на консоли. Steam их не так сильно волнует, они готовы, чтобы мы выходили одновременно с Steam, но вот конкуренция между Microsoft и Sony здесь очень четко видна. Мы прям в разговорах слышим, как вот, вот если туда можно, а вот сюда, пожалуйста, эксклюзив. Продолжается вот эта история. Некоторое время назад мы абсолютно точно были уверены в том, что это заблуждение, что консоль продают эксклюзивы, а не сервисы, ну и там другие какие-то, не знаю, причины там и прочее, дизайн, геймпад, дополнительные аксессуары в коробке и прочее. Была информация о том, что эксклюзивы на самом деле не продают консоли. Продают там много факторов, но эксклюзивы, конечно, один из них, вот, но нет. А сейчас как? Давайте вот компетентную точку зрения, пожалуйста, послушаем. Продают ли эксклюзивы консоли? Неожиданный поворот беседы, конечно. Но если ты посмотришь на продажи PS4, то вроде как выглядит так, что продают. Потому что это странно смотреть на продажи PS4, потому что это консоль про эксклюзивы. Ну вот, как бы, вот тебе и ответ на этот вопрос. Скажу тебе честно, PS5 также останется историей про эксклюзивы, потому что Sony надо дать должное, они молодцы, они, ты их не видишь, не видишь, но где-то они появляются, и они ищут проекты, которые, да, достойны быть там, а не то, что к ним идет очередь, шерпотреба, чтобы потом засорить в store. Да, Sony такие блокбастеры в основном всегда выходят, когда у Xbox'ов довольно-довольно мало их. Довольно там, я не знаю, какие-то Forza повылазят, тут и там. В основном PlayStation, он такой довольно по качеству на несколько голов выше всегда Xbox'а по их продуктам. Поэтому я... Извини, да. Я просто добавлю, то, что я думаю, все равно, я не соглашусь, я думаю, эксклюзивы продают консоль, исходя из того, что мы видим. Ну что ж, давайте, давайте медленно сворачиваться. Я считаю, что мы максимально продуктивно поговорили сегодня. на всякий случай напомню всем, кто нас смотрит, что с 14 мая у нас совместно с Epic Games и массой партнеров запустился второй всенародный конкурс разработки игр на Unreal Engine 4. Мы до 15 июля продолжаем принимать ваши заявки. У нас порядка 60 игр сейчас уже. У нас потрясающие жюри частично представлены сегодня на этом стриме. Сегодня мы говорили про издательство, запись, про издательский бизнес имеется в виду, конечно же, в игровой индустрии. Запись эфира через некоторое время после небольшого косметического монтажа будет доступна на нашем YouTube-канале. Ну, либо смотрите с самого начала прямо здесь. Напоминаю, что жирнейшие, жирнейшие призы, серьезнейшие награды, нехилый челлендж, в этом году мне кажется конкурировать будут жестче. Ждем плотных апдейтов от разработчиков после 15-го числа. Вот. Ну, если вы делаете игру, и она на Unreal Engine 4, то можете просто пойти по ссылке под этим плеером и подать заявку. Даже не то, что можете. Вам придется это сделать. Я приказываю вам практически сделать это. Потому что если вы этого до сих пор не сделали, а игра соответствует всем требованиям, то я не понимаю, почему вы до сих пор так себя ведете. Вот. Друзья, Алексей Михайлов, Илья Саламатов, Александр Кошельков, Олеся Примакина. Спасибо вам, мужчины. Спасибо, Олеся. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Петя. Спасибо, гости, что пришли. Увидимся и услышимся. Спасибо. Частливо, пока. Всем спасибо.